привет народ всем привет ну чё мы как и обещали сейчас поедем я попробую половить на спиннинг с лодки на большой воде уже так что смотрите не переключайтесь оставайтесь с нами весна сюда и глаз камера у нас 360 так и будет здесь плавать ребят всю поездку ничего сейчас отверткой и матерью какой-то мы все сделаем так аккумулятор берем мы сейчас будем на моторе ходить елы-палы то вам не цацки-пецки берем сиденье поход отличное сиденье посмотри мотор доставай пойдем установим неожиданный поворот может поставить не может пример очку то надо было сделать ну вот ребят мишка пока уехал у нас мишка пока у нас уехал дорабатывать транец то что транец под наш мотор не подходит упираются болты мы сейчас сделаем сюда на строечку такую и будем с ней ехать в принципе на будущее наверно она будет вот здесь прикручена просто сзади вверх ногами вот так и когда надо поставить мотор будем ее разворачивать и ставить на нее мотор то есть из такой же фанеры толстой а я пока хочу новый спиннинг попробовать покидаю у нас вода открытая делать мне все равно нефиг будем кидать спиннинг волжанка stalker 24 метра 15 40 грамм вот с ними поедем в астрахань уже завтра в ней когда вы уже это будете видеть мы уже уедем катушка тоже кстати делает волжанка метеор 4000 мы все это опробуем и пробуем и вам расскажем все таки бренд народные делают в россии и это не может не радовать потом много говорящее название волжанка вот такую я использую блесну она не зацепляется имеет один крючок ловится на нее в принципе и окунь и щука вот так она работает что я могу сказать палка нормально палка сейчас мишка с приедет с деревяшкой шнур кстати тоже делает волжанка ребят это же по гуманным ценам восьми жильные есть есть четырех жильный плетеночка мишка уже едет обратно что-то нашел все значит что-то сделаем вот такая вот конструкция внутри внутри у нее клин здесь обратная часть клина фрезерованная нет удар или еще что-то он вылетит так же и снял и мотор у тебя свалился ну как это но это сложно миш вот фанерка просто вот две дырки два болта так у тебя фанера стоит закреплена не надо когда мотор использовать титры для транспорта ты два болта выкрутил перевернул и она вниз направлена стала вот сюда вот и все и затянул опять ну короче надо будет сделать и потом все покажешь ну что ж ребят вот такая у нас пока временная конструкция будет мы сейчас тут быстренько вы увидели как у нас проходит мозговой штурм как мы выдумываем очередную бякость какую-нибудь доделку тюнинг и проще в принципе ничего тут сложного нету под отделки и будет очень функционально работать все вот у нас ставится мотор вот так вот ай-ай-ай нам не хватит миша нам не хватит не хватило надо что-то подложить у ребят смотрите только это самая андатра и бежит то ли это куница или кто-то мнение водяной это как выдра тыдра нет хариок хариок да он по льду бежит видите он 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 так ребят испытательные сани посмотрите у нас какой траниц получился кувалда фанера струбцины короче все что успели найти сейчас прямо да мне кинью так давай я ее один сейчас наверно скину прям ну что ребят вот мы приехали к озеру скажем так представим что это болотное озеро какой труднодоступное прочее 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 вездеход у нас остается как базовый лагерь и мы ну вообще у нас по задумке это снимать сервисный аккумулятор восьмидесятку ставим его на минкоту и на восьмидесятке он придет примерно килограмм 15 ну вот потом мы его ставим обратно 23 час два часа заряжаем он у нас опять полный не на нем ночуем то есть вот как-то так а я пошел спускать лодку я делаю это один ничего сложного в этом нет ребят она уже на воде наша плоскодон очка хопа 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 и я уже на борту как вы видите отлично отлично так ну что теперь на путы теперь нам надо отрегулировать высоту погружения мотора вот так вот где то ну и что в принципе я готов плыть ну как вы видите я прекрасно это делаю лодка управляется вон мишка да все это тихонечко ребят происходит это у нас третья скорость у мотора отлично пока добрый мишка ну что ж ребят мы уже плывем я вам скажу это офигенное ощущение когда мы плывем на лодке в полной практически тишине ну что ж попробуем покидать как это будет у нас происходить ну вот так вот все в принципе штатно так же как и с берегом можно широко достаточно встать покидать спиннинг он едет мишка у нас прекрасно ребят это супер это должно быть это раскрывает офигенно раскрывает горизонт и опять же в использовании вездехода на любое болотное озеро труднодоступно еще какой-то вы заехали мало того чтобы привезли груза полтонны эти полтонны могли плавать препятствиях и вы можете опять же заняться в рыбалкой мне кажется вообще замечательно замечательно очень очень легко делать какие-то подтаски с мотором с электро электромотор я повторюсь это у нас сейчас просто как бы стоит у нас просто не было разъема такой клеммы который у нас стоит на штатных аккумуляторах вот перехлёст которая стоит на штатных аккумуляторах а когда мы закажем этот разъем мы будем просто снимать с вездехода восьмидесятку никакого дополнительного аккумулятора не надо будет ну вот ну и мотор может ехать на крыше или в санях почему будет ехать на крышу в санях будет ехать спокойно там умещается очень много груза поэтому мне кажется будет прекрасно прекрасно миша ну как вот и я думаю что офигенно новые горизонты при и с кружками можно воевать и плавать с ними прям с кружками можно то есть я думаю у нас на вооружении валют появятся эти сани постоянно именно для рыбалки для ледь да очень офигенно маневрировать все вообще делать удобно очень удобно я прям не нарадуюсь ребят если я еще щуку сейчас поймают а будет вообще круто это будет очень круто ну что ж я знаю там коряжистое место пойдем к нему сходим так не когда мне тут с вами михал юрич опа кладем спиннинг а он хорек побежал видели по нырнул не этот ребят не хорек был вот я поймал там был этот крыс какой-то а может хорек они же плавают воде мишка катается база стоит спокойно лагерем там палатка стоит рядом еще чего-то а ты выходишь на рыбалку причем можно и вдвоем то дело ой были совершенно спокойно вдвоем забыл катушку открытие совершенно спокойно это можно делать вдвоем один назад кидает другой вперед если я сяду вот сюда вот спокойно так тоже ничего не произойдет и два человека здесь могут спокойно ловить при спокойно повторюсь водоизмещение достаточно для этого кто еще один забросик здесь и пойдем куда-то дальше ой блин да что ж такое то не открыл катушку опять сказывается длинная зима потеря навыка вот видно видно до 5 килограмм 4 7 километров в час 48 48 километров в час до ну что ж нормально это для скажем так для слушай ну чем учусь я на лодке волосы назад 5 километров в час под этой минкотой офигенно рыбу с нее ловлю на речке а вилсаком вилсаком да ну да крупный но но это всякие гаджеты вот описывать а что они хотели бы захотели приехать да блин плохо чем не будет ну блин я уже ничего не могу принять ну что ребят все плавает все вообще отлично буду еще пару забросов делать я никто на моего дикобраза не хочет клевать то возможно и вообще ничего не хочет клевать вот по блин да что ж такое то вода грязная нутная пошла уже лед стронулся очень удобно вот так вот ходить жопам вперед в принципе не проблема кстати потроллить о точно сейчас я буду троллинг делать сейчас мы будем делать троллинг ну чё ж вот так можно по речке ходить троллить офигительно офигительно мне очень нравится сейчас мы еще будем тест-драйв на льду делать очень здорово очень мне очень нравится а вам как я думаю вам тоже поворачивает на месте практически водка мишка поехал он к нам смотрите он мчится сейчас как провалится не клюет пока нам я ребят с румпелем очень мало ходил поэтому еще чутка путаюсь иногда задумал надо еще думать куда чего поворачивать потому что вот вроде вперед пока смотрю понимаю когда назад смотрю по-другому все происходит но ничего это автоматически все приходит а я троллю мишань а но закинул и троллю хожу а а и а а и а и и такие вот народ дела такая вот природа красота тишина хорошо зашел морковка морковка иду на стыковку трап даже есть все переход тихо 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 все садись на спине сейчас на крючок сядешь мне жопам все так говорят мы живи ночью ребят мы поехали пусть у нас шар поплавает здесь а надо в магазин вот это очень веско надо же в магазин видишь она не дает а вот через эти дырочки только вода заплескивается когда боро борта это сильно ребят шерп то один бесхозный вообще в реке болтается кому шерп надо вон один бесхозный в речке а мы дождемся когда шерп доплывет а мы залет зацепимся мы залет зацепимся мишка и живет бобры наверно а вот этот харьки вот эти которые бегают они наверное но это не харьки блин харьки они же не плавают мандатра какая-то но она тонкая как у как кукуница это как нет как она андатра на жирность и такая андатра на жильника но она до толстая то вытянутая как хорек хочу нет а вот мы сейчас сидим вдвоем вот я могу сейчас взять спиннинг и кидать в ту сторону а ты в эту либо в эту сторону кидать ну лишь ее удобно очень раз разворачиваешь куда надо упасть то что не вот ноги расставь главное что ты же в этой плоскости чтобы ты мог компенсировать постоянные все томишь ты бы это самое в резинке не меньше принципе еще сложнее да и дно не такое жестко стоя в ней особо не положишь тут стоя спокойно стоишь их вы еще делали из зеленого пластика вот как свет шерпа было вообще отлично вот я бы на нем на утку вообще бы встал офигенно где-нибудь вот моторчик минкота весит 5 кило для озерных дел вообще будет мило смотри на этом аккумуляторе сколько я уже плаваю смотри как мы к шерпу летим да против течения мы идем сейчас смотри не акидра 6 даже я пускал вдвоем так она какая вертка не разворачивается она на месте все пристыковка трапа пускай снегоходчики снегоходчики ребята помогите вездеход то нет а давай я тебя побуксирует меня не а я тебя передам да да это один за что тут на двампер нашел серовка вездеходом берегу я тебя в лед час упираю уже обойдешься круто круто ребят в мишка по вздёхивает ой догоню догоню не догонишь не догонишь давай 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 Ой, не догонишь, не догонишь Ой, не догонишь, не догонишь Ой, догонит, догонит сейчас меня он Ой, ой, ой Я убираю, погоняю Давай, я здесь с краешка пойду Ну, Мишка нас обгоняет, смотрите, ребят О! Да, Шерп нас обогнал, ребят Да, думал, утону нафиг уже Нет, 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 нет Произошло кораблекрушение Сос, сос, дайте спасательный круг Ну что, сейчас буду лед таранить попробую Попробуешь на лед выскочить? Да, 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 вот С одной стороны Ну что, сейчас попробуем выйти на лед Ну что, мне кажется, тут уже лед Нет, лед еще не крепкий Для того, чтобы выскочить на лед У меня не хватает Ну что, мне кажется, тут уже лед Ну что, ребят, я на льду Я на льду, я могу выходить спокойно Вытащить лодку Вот, отлично Лодка на лед выбирается И дальше использовать как санки Зацепить и тащить, тащить, тащить Ну что, надо, наверное, собираться Миш, ты и бездышла же Мишка, вон, выходит на лед Это что за кульбит был ушами у него? Хе-хе-хе Видели? Что творит Мишка? Давайте сплаваем, посмотрим, что он там правда делает Ах, красавчик выскочил, а Красиво выскочил Смотреть даже нечего У каждого владельца шерпа В принципе, должен быть такие волокуши, я считаю Это очень сильно раскрывает границы Можно взять кучу всякого барахла Зимой на зимней рыбалке мы сюда складываем и палатку И всякие прочие принадлежности То есть доберем даже лишнее Там тот же бензогенератор, которым не пользуемся Ну, вообще не напрягает Летом тоже, летом вы его так же можете таскать И по лесу, и по Каким-то каменистым гридам Потому что он менее износостойкий Нежели Этот самый Нежели сталь Сталь протрется, этот пластик, он мягкий Он не будет протираться так Сталь жесткая, она протирается Ух, блин Попало под это самое Под винт дерево там Дерево, ребят, под винт попало Вот Летом будем их испытывать обязательно Возьмем мы на Оршинский мох на болото Будем возить И вообще, то есть Можно будет серьезные такие автономки делать Забираться в серьезные глухоманьки С этими Санями Главное, что и Привезти много сможем И увезти много сможем Вот это у нас сороковочка Свинцовая Вот сколько она у нас таскает Уже на минкоте на этой Очень долго Мне очень понравился Очень толстый пластик, ребят Его изнашивать надо будет Очень долго Если хотите подстраховаться Можно будет На него защиту впиндюлить Типа из такого же листа И все И потом менять эти листы просто Вот На рынке я подобных Не видел Чтобы из такого качества пластика было И Чтобы она была настолько универсальная И сани И лодка Обалденно, что тут сказать Вот что здесь снегоходчики делали Я вообще не понимаю Это насколько надо быть маньяком Чтобы вот по такому снегу Жопам на кочках отбивать А? Не Да мы лодку испытывали Ого На жерлицу, да, взяли? Ага Немало, да Хорошо Вот так, ребят На 6 килограмм тут на озере Рыбаки выловили щучку Щучка есть И щучка хорошая Можно будет и сюда На озеро Приезжать И ловить на Сарачановское То есть так По-семейному как-то Очень хорошо Мне нравится Хоть она и плоскодонка Но вот эти Продольные ряданы есть Она не виляет Как обычная лодка Плоскодонка Если она резинка С плоским дном Она бы сейчас виляла Ее приходилось Постоянно ловить по курсу Невозможно на ней ходить нормально Также надо будет попробовать Аэровинт сюда поставить И попробовать с ним походить У нас есть он Так что мы попробуем Это сделать Сейчас попробуем С разгончика Зайти на бережок Поднимем сначала нос Максимально Потом, когда лодка Зайдет на него На берег Переходим просто На нос И все Вытаскиваем лодку Подтаскиваем Все Мы вышли на берег Ой, блин Все Глушим мотор Отлично Все Ну что ж, ребят Я считаю Что У нас Замечательно Прошли Испытания Нашей лодки Вернее Испытания Волокуш Лодки Которую Производит Компания Шерп И Ну что ж Могу сказать Только спасибо За то, что нам Предоставили Вот такой образец Для испытаний Мы в свою очередь Будем Качественно Его испытывать Жарить во все Мягкие Жесткие Вот И Будем вам это Показывать Рассказывать Здорово Мне нравится Шерп Молодцы Сделали еще одну Приятную вещь Замечательно Спасибо, что ты досмотрел Наше видео до конца Если понравилось Ставь лайк Также мы хотели бы Тебе порекомендовать Следующие ролики Вот это для тебя Подобрал YouTube Вот это наш Самый последний Новый ролик И вот это Мы рекомендовали бы Тебе посмотреть сами Если ты еще не подписан Обязательно подпишись Вот здесь Нажми на кружок Спасибо Пока